все хорошо так что у нас мы подошли кульминационному моменту как нашей флорентийской штукатурки мы пока делали мы переиграли название так с вами ближе флорентийская так и так что нам нужно для флорентийской лазурьки ну во первых да мы уже закончили со штукатуркой все она уже у нас таскать готова под лазурь берем клей обойный черт возьмите вот здесь литр моего до четвертая часть упаковки мы его затворили он постоял у нас 15 минут мы его обратно подмешиваем вот мы его подмешали оксана хотела сразу кинуть конечно клей пва но это была большая ошибка пока он не растворенный он должен набухнуть если бы кинули пва он бы просто бы не растворился может экспериментировали уже было так клей пва да мы добавляем вот на литр мы добавляем там пол литра клей пва клей пва так все вливаем так есть теперь сейчас будем делать на основе то есть эту фламандскую фламандскую лазурь лазурь или фламандскую флорентийскую лазурь мы будем делать на основе венеции верхомовской венеции сейчас я покажу что это будет материал то есть мы думали использовать стартовую шпаклевку тоже можно было использовать и стартовую шпаклевку или финишную шпаклевку эго кристалл но мы решили что так как мы будем хотим добиться здесь у нас эффекта травентинчика то мы используем венецианочку фирмой ком это акриловая и что здесь важно сделать так как плотность разная материала то есть наши лазурьки может заметить да что-то вот такой киселек кисель киселем а это все-таки как ну как пластилинчик она достаточно плотно поэтому мы отдельно в отдельной емкости сейчас разведем это хозяйство где у нас был клей пыла мы добавим сюда немного то есть мы планируем что-то будет где-то килограмм до килограмм шпаклевки ну килограмм венеции вот мы его долгаем килограмм все и клей то есть и вот в этот ох немножко неправильно надо было там его растворить но мы надеемся что у нас это получится то есть я хотел сначала в том понимаешь добавляю немного лазурьки ну уже да мало емкость да не поместим поэтому мы аккуратненько сейчас постараемся размешать и заодно мы можем сейчас пока она мешается добавить еще краситель вот тут который у нас охра да 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 вот эту оливочку за пучинку на пучинку то есть краситель нам нужно будет осторожно то есть это намного меньше чем мы делаем это модельную массу по тому причине что в основном мы можем ну основная масса это у нас все таки гель вот так ух ты ух ты да вот сейчас наводим все в шоколаде все в лазуре да все в лазуре да можно еще добавить то есть лучше конечно вот я уже говорил оксане что было бы правильно если мы сейчас бы отлили ну какую-то половинку хотя бы этого этой массы вот когда например начинаем колеровать желательно чтобы у нас был запас то есть мы бы например взяли половинку отлили в отдельную емкость а эту емкость бы колеровать здесь например нужно на этот объем около трех литров вот на полторушка подлили хотя бы литр а эти два литра мы колеровали если бы промахнулись бы в цвете чуть больше то могли бы этот литр долить и выровняли в цвет чтобы не получилось так что вы будете колеровать или добавлять белого пока у вас не получится целое ведро 10 литровое потом что у нас еще здесь было мы когда начали наносить у нас не хватило материала да то есть 18 килограмм большому счету было мало мне даже 15 килограмм плюс там мы добавляли песок полтора килограмма там 16 половина вот кварц оказался крупным песочек поэтому мы поехали докупили еще шпаклевочки и здесь же мы ее отклировать то есть у нас был остаток и мы под его понемножку добавляя краситель вышли на тот свет то есть когда да который был в ведре вот и без успеха закончили нашу фактурку поэтому вы не там не паникуйте когда вас там материала не хватило такое бывает и с профессионалами всегда есть возможность у вас сделать еще немного материала мы добавили сколько еще три килограмма да шпаклевки и там 300 грамм кварцевого песка и получили обратно тоже цвет краситель ну и вы помните да нашу ванную вот мы стараемся сделать мы взяли кстати новый краситель мы же вам не сказали вот у снежки нету да такой капучинки вот если у него коричневый то а вот капучинка есть только у красителя вот я например пигмент микс вот у них есть такой краситель как беж вот он дает вот этот вот капучин который такой как мы говорим валютный цвет очень часто его заказываю потому что остальные они дают такую вроде как розовинку да хотя пишут коричневый там же опять если взять будем говорить колористику то что такое коричневый цвет это когда три основных цвета а именно синий желтый и бордовый да смешать в одинаковых пропорциях мы получим коричневый вот когда мы получается венецию да из-за венеции что она дала нам такую плотненький не получается поэтому то что здесь опять та же закономерность которую мы делаем и для модельной массы то что у нас в ведре у нас получается и на стенке то есть вот у нас вас устраивает соотношение вот то что ведре какой цвет все значит вот он такой будет но смотри если ты например помнишь этот цвет вот когда ты смотришь в угол вот он у тебя такой же нет нет это когда он высыхает понятно что но когда ты сможешь в ведре вот он будет тебе вот эти ты куля возьмешь там весь остатки материала постри открой акулевки посмотришь на стену понял да и вот наша флорентийская лазурь уже мы подходим все она готова и вот смотри вот он пол да вот она где-то будет с ним перекликаться и опять-таки помнишь мы говорим что она такая была полупрозрачная что где-то будет виден и этот ну немножко вот ну и то что у нас закроет вот эти вот ракушки то есть мы ведь чем хороша именно этот прием что мы его загрунтовали стены вот были как были так они мы их не без песчанили заделали там большие штробы и все то есть так бы мы например перетягивали все этой же массой представь сколько бы какую расходу материала потом бы также рисовали и только за счет того что вот здесь бы получался вот такой бы ну и цвет и фактуру а так получается мы меньшим ну и меньше времени то есть то чтобы повстратили время чтобы вот это все перетянуть то мы за это время ну может быть половину времени уже сделали фактуру а сейчас мы на патине вытянем остальное фокус так что ребята не превращайтесь оставайтесь внимания